Доброе утро! Ножка чешется. Может к деньгам? Доброе утро всем! Доброе утро! На канале пиратская жизнь. Ныно, 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 ныно. Ныно и дам ныно. Так. Педали прям туго, туго, туго прям натягивались. А вот иди, помогай мне. Ты мне обещал. Так, нужно сейчас позавтракать. Вот Вованна обещала мне помочь. Вот видите, после не сдачи экзаменов он стал как шелковый. Да-да-да, сейчас гоняю Ву. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ну, сказала и что. Сразу тут в бутылку лезть. Иди сюда. Пошли. Не любит, когда я ему говорю, что он стал как шелковый. Он реально стал как шелковый. Он реально стал как шелковый. Она косачит. Я все слышу. Иди сюда, слышите. Иди, вот я тебя здесь всегда отключила. Кухню. Или, точнее, не кухню, как его. Твою любимую иду. Иди, режь и представляй, что ты шеф-повар. Хотя бы представляю. Так, хочу вешенцу с беконом сделать. И с луком. Здесь пачечка бекона есть. Кстати, мясо разморозила. Вот. Только вот не знаю, когда готовить. У меня вот здесь мяско размораживается. Косточки. А это, кстати, не разморозилось до конца. Вот разморожу в холодильнике. Ну, в принципе, пускай размораживать. Потому что я не собиралась как бы сегодня готовить. Не хочу я сегодня готовить. Так, парочек помидорчик. Лучок. Надо взять. Так, и лучка. Лучок, видите, он здесь запаса. Слушай, так удобно, когда у тебя двойной холодильник. Вообще, девочки, девочки, это такая тема. Вы себе не представляете. Так. Вова! Иди сюда. Хочешь вкуснячину? Иди сюда, блин. Вова! Не хочешь, можешь там валяться. Я тебе пару кусков кабасы скину, и всё. Так, могу порезать. Не отрывается. Так. Вечерний звон, вечерний звон, как много дун наводит он. В общем, знаете, хочу сказать огромное спасибо всем тем, кто поддержал, кто не осудил, не прикалывался, не стебался, кто действительно понял и поддержал меня, Владимира. Хочу сказать огромное им спасибо. И таких людей, кстати говоря, было очень немало. Особенно их много было на дзене. Вот. Хочу сказать огромное-огромное спасибо этим людям. Вот. Действительно, мне очень ценна ваша поддержка. Я тоже, знаете, немножко успокоилась. Отдохнула, переварила, скажем так, эту всю ситуацию. Вот. И поняла, что безвыходных ситуаций не бывает. Вот. Рано или подноше будет нормально. Вот. И действительно, как бы, ну, значит, не время. Пока еще не время. Вот. Очень много давали советов в плане того, что, типа, заплати, спи спокойно, там все дела. Что, действительно, как бы, бывают такие ситуации, которые просто не сдашь. Вот. Но, опять же скажу, во-первых, у нас нет таких знакомых, с которой можно договориться, это раз. во-вторых, как бы, в машине есть много камер. Сейчас это все намного сложнее. Вот. И, как бы, обязует всех сдавать. Потому что, сами понимаете, вот эту коррупцию, скажем так, уже пытаются прикрыть. Вот. Ну и плюс, знаете, честно, я сама бы не хотела. Не хотела бы, чтобы он сдал сам, в первую очередь. Потому что тогда я буду полностью уверена, что можно сесть спокойно садиться за руль. Понимаете, потому что если он будет сдавать не сам, соответственно, ну, тогда груз цена его права. Ну, очень многие, правильно, кстати говоря, написали, тоже, которые вы давали совет, типа заплатить вам. Платить. Потом, на дорогах, как раз, вот и есть всякие разные случаи, когда аварии и прочее, прочее, прочее. Лов, иди режь помидор и лов. Будешь? Будешь? Давай, чуклы. Ой, 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 какой красивый мужчинку к нам занесло. О, как у красивого мужчинка. Да, да. О, стандартный. Давай запрос, то есть, с той стороны. То есть, это похвалило, блин. Сразу начал свой характер показывать. Вот. И, короче, понимаете, я не хочу, чтобы там заплатил и все. Так-то, если что, можно было изначально просто там походить для галочки, да, заплатить и купить эти права. Ну, блин, мне с ним ездить, ему ездить. Зачем это надо? Я не понимаю. Поэтому лучше пускай сдаёт. Пускай сдаёт. Но когда он сдаст, и я, и вы будете уверены, что сдаст точно. Вот так вот. И можно будет спокойно ездить, так сказать, не бояться жителей Нижнего Новгорода. Вот так вот. Я очень импульсивный человек. Вот меня нам правильно ругали. Гороче, нужно сейчас Владимир поддержать, а ты его рукаешь. Типа это очень плохо. Я согласна. Согласна с вами. Зря я так реагирую, но по-другому не умею, по-другому не могу. И Вован знал, что со мной будет. Как я буду реагировать? Поэтому... Лишь... Все такое. Ой, ой, ой. Да, да, да. Все ругает вас с ним. Я его в любом случае люблю. И это, знаете, вот у вас есть ребенок, да? Он получил двойку. Что же у вас? Да. Я своего детятечку люблю. Детятечку-то я свою люблю. Люблю свою детятечку. Ему нравится, походу. Когда вы детяте называете. Вот так. В общем, настраиваемся на позитив, на хороший лад. Потихоньку полигонку. Вот там, кстати, мне, знаете, очень понравилось. Там пишут некоторые. Вот, нужно типа каждый день тренироваться. Я на машине своего отца каждый день езжу. Во-первых, если ваш отец не является инструктором, то это и машина не оборудована специальными дополнительными педалями, то ваш отец нарушает правила дорожного движения, давая, так сказать, вам в руки средство передвижения, которое может стать причиной аварии и вообще как бы опасное средство. Это раз. Начнем с этого. Во-вторых, она там пишет, что типа мы гоняли там по пустым дорогам. А какой смысл гонять по пустым дорогам? Да, если там нету знаков, если там нету каких-то мобильных ситуаций на дороге, я тоже думала, вот там по знакомым там найти у кого машины, типа попроси, чтобы тренировался там на машине и так далее. где им там полешка отъехать и прочее. Машину то он чувствует, ему это не надо. Тут нужно тренировать именно ситуации на дорогах. Понимаете? Вот только в этом плане. А вот это вот то, что там вечером ездила с автомой машины и так далее. Ну, это такое. На свой страх риск. Да, на свой страх риск. Потому что если у вас остался ГИБДДшник и строится трава, у вас нету прав. Как вы скажете? И что? А у него есть. Да, он лишится прав. В какой смысл? Так, скажи, ну что? Да. Я еще лук припорезала. У меня лук пока не нужен. Лук пока не нужен. Порежешься на колбаску. Так что это такое семя дело. Обжарим наш бекончик. Так что нам пойдет не дурчика. Так что, знаете, вот иногда читаешь комментарии и думаешь, ну, либо люди как-то живут в параллельной реальности. Или что? Или тоже там некоторые, знаете, говорят, что вот у меня там учили меня в вождении. Там только это 10-е. Я с детства за рулем. Законом запрещено давать средства машину человеку, у которого нету водических прав. Понимаете? Тогда получается, все те, кто там пишут и дают подобные советы, они просто нарушают законы. Я могу спокойно говорить, она каждого пожаловаться. Не, она, конечно, что делать не дает. Вот, я просто говорю про то, что, ну, мы люди закон послушные. В отличие от некоторых, которые там пишут. И такого делать не будем. Потому что, ну, знакомых у нас нет. Поэтому, ну, пускай будет давать с первого раза. Там еще что-то некоторых возмутили, что вот. Там он сказал что-то там с первого, там кто-то со второго, кто-то с третьего раза. Вы не понимаете, была группа, 23 человека, которые сдавали. Там из первого раза, которые сдавали. Первые, точнее, первый раз сдавали. Второй раз, который сдавали. Третий, четвертый, пятый, там, бесконечно. Сколько там? Вот. И всего из этой группы, где много людей, которые и по второму, по третьему, четвертому кругу, и первому кругу. Всего три человека сдавали. А тут какой-то тайный смысл начали сдать. Там, которые сдавали в первый раз. Там, там, сбыл, там, три человека. А, а, а? Те, те, которые первый раз сдавали в автомате, да? Все, автомате. Все, автомате, да? Да. Девочки, да? Да. Вот. А те, кто, получается, второй, третий, четвертый, 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 четвертый. Короче, у вас там сборная солянка была, я так понимаю, правильно? Да, те, кто не сдавил. И сдавил. Ага. Сборная солянка тех, кто не сдал. Те, кто не сдал. Ход и кто, кстати, там, говорит, вот, да, деньги там. В машине там есть камера. Так, шесть камер. Сейчас гаишников проверяют. После всего этого, понимаете? То есть, если ты действительно совершил грубое правонарушение, да? Даже если гаишнику вы заплатили, там, как-то попытались, там, еще раз. Он не сможет вас отмазать, потому что потом будет видно на камерах, что вы нарушили. Да, он решит погонов и так далее. То есть, как бы он может закрыть глаза там на какие-то там совсем мелочи, которые просто не попадают на камеру, да, наверное? Ну, конечно. Ну, как только он в отличие. Вот. Но так, чтобы прям вот грубо. Сейчас, к сожалению, это очень все серьезно, очень тяжело сдавать. И правильно, как некоторые там пишут, ну, рассказывали, что раньше можно было действительно там скинуться до экзамена там всем. Когда всех зовет практически. А сейчас, к сожалению, вот такая вот система. Но с другой стороны это тоже плюс. Не, наверное, мы работаем на завтра. Насли колбаска. Я там кое-что видел. Приезжала машина одна. Там сидел дяденька. И что? Там сидел дяденька. Опять у вас там какие-то блокные были, да? Нет. Сидел дяденька. Они отъехали куда-то. И что? Потом его принес обратно. А ты через эту дяденьку не кафрин привез? А этот дяденька, который забыл рулем сидел, он был в звании майора? Нет. Ну, в любом случае, конечно, коррупция она до сих пор есть, и я уверена, что она есть. Просто я говорю, у нас нету таких знакомых, которые его действительно могли поспособить. Но он действительно умеет водить. То есть два инструктора, с которым он занимается, они как бы подтверждают. Вот. И его инструктор, который в школе, и он его прямо допустил. Понимаете? Он сказал, что ты сдашь точно эти зубы. А в случае, когда, знаете, подставы на экзамен, когда... Здесь вот такая ситуация, когда ты либо не можешь выполнить задание, да? Либо что-то такое, но они случаются. И это нормально. Да, я вот такой человек импульсивный, я сразу там обругать, туда-сюда. И баба, она-то отлично знает, и он принимает это. Но потом я успокаиваюсь, анализирую ситуацию, вот, и уже... Решаем эту и с духами. Да, да, да. В онлайне. В онлайне. В любом случае, я его очень сильно люблю, верю в него. Надеюсь и жду. Но когда он действительно сдаст, я буду уверен на 100%. И вы тоже будете уверены на 100%, потому что, если бы он сдал с первого раза, то действительно было бы вопрос. Ну так. Потому что такая фишка. Как будто едет, вот это, как я говорю, блок надо иметь Нил, как то будет видеть. То есть, у нас был нам на высших чинах. Чтобы это был в курсе и сам успех. То есть, не стоит. Там заваливает, да, и каких-то простанных его. Он же тоже искует. Да. Сейчас. А то, что у них есть план, да, у них есть план. Они это не отрицают. Только даже, но не сдать. Потому что не может такого, чтобы все сколько потратили. Да, конечно, немножко такого. Они даже сами узнают. Это все права и прочее. А вот насчет того, что типа вот там на дорогах воет. Так извините меня, у нас очень многие нарушают права. Особенно гаишники. Особенно. Особенно гаишники. Они вообще какие-то безбашины. Так, в общем, короче, у нас будет в основном одна яшница. Поэтому я шаги и делаю. Все, не куда я делаю. Я делаю патерот и срублю. Вот, числите. Я делаю патерот. Просто я сделаю патерот. Так вот такие дела. Может огурчики еще пались? Давай еще селёточку. Вот, чтобы так вкуснее было. Огурчики-прикусочку. Овощи. это всегда хорошо как удобно сидит его можно загрузить в любую удобную эти комбайн загружаешь задаешь ему задание так порезать это порезать а ты руководишь процессами есть домашний комбайн я в любом случае девочка люблю но это знает и вчера он у меня не обиделся старшим знаешь я вот люблю до поворчала он не думал что так ему все слушай чтобы понимал что нужно сдавать но в любом случае люблю но ящики с беконом с помидорами произведение искусства радуга туга и лучочка пресс получать одежда на азов просто обучать за эти очень люблю хорошо быстро делается когда лучше моментально к сожалению чего моментального не бывает нет этот обидно для себя вы знаете как ругала бы если бы не сдала вообще бы тоже я вообще не сдала как-то вчера сказал порыве я я бы не сдала ему вообще но что я такой человек я прям машине бы полезно бы договариваться с этим инструктором пихаем денежку на 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 упыр так крышка какая прелесть какая лепута прелесть 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 так всем тем кто поддержала хочу сказать огромнейшее спасибо и вы действительно знаете доброе слово и кофе приятно но тем кто не поддержал кто постепался посмеялся я от вас другого не ожидал помидорку нас на паре паре шагучки вишнике они не ходят они входят в припуску кишнису знаешь когда приходишь в магазин типа за чаёчком да и ухожешь двумя пакетами и думаешь блин что такое это к чаю тоже водичкой водички запустили все еще ты готова я выключу чайочек огурчики и хлеб обещала не прям влюбились вот хлеб улыбайся улыбался нет ведь у меня у меня мне кажется девочки биполярка настроение меняется легко у меня биполярка может у меня это я больно может не стоит действительно врачу сходить это больной человек час меня взять я больной человек кстати мариночки мари не хочу передать огромный привет я рада что ты меня поняла это один твой комментарий да тогда улыбайся улыбайся мне в собственности поверь и отдайся улыбайся все ладно мы сейчас будем садиться за стол пучкать но это вы видите следующий выпуске люблю пока